Часть вторая. Питание и пища. Физиология пищеварения. Кусок хлеба насущного является, был и остается одной из самых важных проблем жизни, источником страданий, иногда удовлетворения, а в руках врача – могучим средством лечения, в руках неведующих причиной заболевания. Иван Павлов это сказал в 1904 году. Распределение процессов обработки пищи однотипно у всех теплокровных животных, в том числе и у человека. В ротовой полости, измельчение пищи и формирование пищевого комка. В желудке своеобразный склад пищи и кислотная денатурация. В тонком кишечнике гидролиз с помощью ферментов самого организма и ферментов, находящихся в пище, а также всасывание обработанной пищи. В толстом кишечнике дальнейшее переваривание, всасывание, формирование каловых масс и эвакуация их. В каждом из выше названных отделов осуществляется свое пищеварение с присущими только этим отделом ферментом. В ротовой полости с помощью собственных ферментов осуществляется полостное пищеварение крахмалов. Это начальная стадия их пищеварения. В желудке идет полостное пищеварение с помощью собственных ферментов и автолиз. Автолиз – это гидролиз с пищей ферментами, находящимися в самой пище. В тонком кишечнике наблюдается полостное и пристеночное пищеварение, а также незначительно симбиозное. В качестве ферментов используются в основном собственные и возникшие в результате автолиза. Незначительно симбиозное пищеварение происходит с помощью бактериальной флоры. В толстом кишечнике наблюдается в основном симбиозное и незначительно полостное. В сумме эти виды пищеварения гораздо качественнее переваривают пищу, нежели в отдельности. Этим достигается высокая эффективность и экономичность работы желудочно-кишечного тракта. Ферменты. Нам необходимо разобрать, что собой представляют ферменты и откуда они берутся. Ферменты ускоряют биохимические процессы, обладают строго специфической действенностью, то есть на белковую пищу выделяются свои ферменты, на углеводистую свои и так далее. Они нестойки, высокой температуры, активны в определенной среде, например, некоторые активны в кислой среде, другие в щелочной или в нейтральной. Продуцируют ферменты секреторные клетки, расположенные отдельно в виде желез и в стенках пищеварительного канала. Секреторные клетки из крови получают необходимые вещества для синтеза ферментов. На их синтез затрачивается энергия. В организме наблюдаются два типа секреции ферментов. Непрерывный и прерывистый. Непрерывный секрет ферментов выделяется по мере синтеза. Прерывистый, он же ритмичный тип, растянут во времени. Сначала идет поглощение секреторными клетками необходимого материала из крови. Затем синтез, а выделение только при поступлении пищи. Синтез новой порции секрета происходит после выделения предыдущей. Слюнные железы. Слюнные железы выделяют свой секрет в ротовую полость. Их три пары. Околоушные, подъязычные и подчелюстные. Деятельность их заключается в следующем. Первое. Секреторная функция. Второе. Выделительно. Выделяются продукты обмена веществ. Третье. Выработка и выделение в кровь. Специальный гормон, стимулирующий углеводный обмен в организме. Слюна имеет щелочную реакцию PH7,4-8,0. В состав слюны входит муцин, неорганические вещества, азотистые соли, органические вещества. Имеется некоторое количество газов, кислород, азот и углекислота. Из ферментов в слюне находится птиолин. Расщепляет крахмал. Он разрушается в желудке под действием соляной кислоты. Фермент лизоцим обладает бактерицидным действием. О слюне Иван Павлов говорил, что слюна обладает лечебным действием. За сутки у человека выделяется около полутора литров слюны. У крупных сельскохозяйственных животных от 40 до 60 и даже до 120 литров. Жевание усиливает слюноотделение. Причем, чем больше измельчается пища, тем значительнее отделение слюны. Количество протекающей через слюные железы крови во время их деятельности увеличивается в 3-4 раза. Поэтому процессы простого акта жевания можно прогнать и очистить через эти железы до 6 литров крови практически всю кровь. Высокая щелочность слюны способствует нейтрализации кислот, образующихся в процессе брожения углеводов. Желудок. Желудок в процессе эволюции возник как орган, депонирующий пищу и осуществляющий начальные стадии гидролиза. Кислотная денатурация пищи. Функции желудка многообразны и он имеет сложное строение. Например, различные поля желудка выделяют различный пищеварительный сок. Верхняя кривизна желудка выделяет быстро очень кислый сок. Нижняя кривизна менее кислый и длительно. Пилорическая часть щелочной и все время. Теперь нам становится ясно, от чего на верхней части кривизни желудка чаще всего возникает язвенный процесс и злокачественное новообразование. Вне пищеварительного периода для защиты слизистой желудка от собственной кислотности выделяется слизь, имеющая нейтральную и или слабокислую реакцию. Суточное количество желудочного сока у человека от 1,5-2,5 литров. При смешанной еде у человека за день прием пищи выделяется от 700 до 800 мл сока. Содержание свободной соляной кислоты в желудочном соке человека 0,4-0,5%. Желудок выполняет важную двигательную функцию, обеспечивающую. Первое. Превращение пищи в химус пилорическом отделе. Второе. Эвакуацию ее в 12-перстную кишку. В нем осуществляется выделительная функция ряда веществ – мочевина, мочевая кислота, креатинин и другие. При болезни почек выделение их значительно повышается как желудком, так и органами дыхания, пищеварения. Эти вещества выделяются слизистой желудка. Желудок, костный мозг, кишечник, селезенка, печень является депо ферритина – белкового соединения железа, участвующего в синтезе гемоглобина. При развитии секреторного процесса в железо-желудке происходят структурно-морфологические изменения, которые имеют при нормальных физиологических условиях обратимый характер. Секреторная деятельность желудка зависит от функционального состояния желудочных желез, которое может меняться при нахождении организма длительное время на одном пищевом режиме. При этом происходит изменение времени продукции желудочного сока и его качественного состава. Изменение возбудимости желудочных желез обусловлено тем, что длительное пребывание человека на определенном пищевом режиме изменяет высшую нервную деятельность. Благодаря этому организм приспосабливает работу пищеварительного аппарата и весь процесс пищеварения к различным пищевым режимам, что имеет известное биологическое значение. Сокоотделение в желудке относится к легко тормозимым реакциям, особенно в начале. Эмоции очень сильно оказывают на него свое влияние. Количество выделяемое во время пищеварения сока прямо пропорционально количеству принятой пищи. Но при чрезмерном количестве пищи эта пропорция нарушается. Жир угнетает секрецию желудочных желез примерно на 2-4 часа в зависимости от количества жира, имеющегося в пище. Тонкий кишечник. А. 12-перстная кишка. Академик Уголев назвал 12-перстную кишку гипоталама гипофизарной системой брюшной полости. В ней продуцируются факторы. Первое. Способные увеличить энергообмен организма. Второе. Регулирующий аппетит в 12-перстной кишке осуществляется. Первое. Переход от желудочного пищеварения к кишечному. Вне пищеварительного периода содержание 12-перстной кишки имеет слабощелочную реакцию. Второе. Три основных типа пищеварения. Полостное, мембранное и внутриклеточное. Третье. Всасывание и выделение. Четвертое. Сочетание нескольких типов секреции, как внешней, так и внутренней. В нее открывается поджелудочная железа, печень, собственные бруннеровские и либеркюновые железы. Пятое. Продуцируются кишечные гормоны и биологически активные вещества, оказывающие как пищеварительные, так и не пищеварительные эффекты. Например, в слизистой оболочке 12-перстной кишки образуются гормоны. Секретин. Возбуждает секрецию поджелудочной железы и желчи. Холецистокинин. Стимулирует моторику желчного пузыря. Открывает желчный проток. Великенин. Возбуждает моторику ворсинок, тонкого кишечника и т.д. Б. Тощая и тонкая кишка. Тонкий кишечник имеет длину около 6 метров. Его железы выделяют до 2 литров стока в сутки. Общая поверхность оболочки кишечника с учетом ворсинок около 5 квадратных метров. Это примерно в 3 раза больше наружной поверхности тела. Высокая свободная энергия, появляющаяся на границе сред вода-воздух, масла-вода и т.д. Благодаря такой большой поверхности тонкого кишечника здесь разыгрываются мощнейшие процессы, где нужда у свободной энергии большая. По мнению некоторых исследователей, здесь осуществляется холодный термоядерный синтез, превращение одних веществ в другие. Поэтому именно здесь осуществляются основные процессы, связанные с усвоением пищи. Полостное и мембранное пищеварение, а также всасывание. Она же представляет важный орган внутренней секреции. В тонком кишечнике рассеяны клетки, синтезирующие и выделяющие гормоны. По массе этих клеток они не уступают массе самых крупных эндокринных желез. Сейчас в тонком кишечнике обнаружено 7 типов различных эндокринных клеток, каждая из которых продуцирует определенный гормон – кишечная гормональная система. Итак, тонкий кишечник выполняет еще и роль кишечной гормональной системы. Физиологическое предназначение кишечной гормональной системы, сокращенно КГС, регулировать деятельность желудочно-кишечного тракта, обеспечивать не только более эффективную переработку пищевых веществ в желудочно-кишечном тракте, но и оптимальную ассимиляцию этих веществ в тканях и клетках внутренней среды. Я думаю, не безинтересно будет узнать, какие же гормоны вырабатываются кишечной гормональной системой. Первое. Секретин. Стимулирует секрецию жидкой части панкреатического сока. Стимулятором секретина являются ионы водорода. Секретин стимулирует и инсулин. Второе. Холицистоаконин. Сильно стимулирует секрецию ферментов поджелудочной железы и сокращение желчного пузыря, а также моторику кишечника. Третье. Гастрон. Стимулятор секреции соляной кислоты желудком. Торможение моторики 12-сперстной кишки. Торможение эвакуации содержимого из желудка. Четвертое. Глюкогон. Мобилизует гликоген печени, стимулируя дыхание митохондрий клеток печени. Пятое. Кахерин. Регулирует кишечную активность. Шестое. Великенин. Стимулирует сокращение ворсинок тонкого кишечника. На рисунке 2 показано. Исследования последних лет показали, что желудочно-кишечный тракт вырабатывает гормоны, то есть выполняет функцию эндокринных желез и, стало быть, сам является крупной железой внутренней секреции. Среди гормонов, которые он вырабатывает, есть такие, которые типичны для определенных структур головного мозга. Поэтому влияние этих гормонов ощутимо в различных частях тела. На рисунке 2 показаны зоны, регулирующие действие кишечных гормонов, как внутри желудочно-кишечного тракта, так и вне его. А теперь перейдем дальше к гормонам. Седьмое. Энтерокенин. Вызывает секрецию жидкого и плотного компонентов кишечного сока. Восьмое. Доукринин. Фактор, стимулирующий выделение секрета бруннеровскими железами двенадцатиперстной кишки. Девятое. Энтерогастрон. Фактор, когда жидкая пища тормозит секрецию соляной кислоты желудка и унитает его дальнейшую активность. Десятое. Вагогастрон. Тормозит желудочную секрецию. Одиннадцатое. Бульбогастрон. Тормозит секрецию соляной кислоты желудка. Двенадцатое. Сиалогастрон. Фактор слюны, тормозящий секрецию соляной кислоты. 13. Энтерооксинтин – гипотетический кишечный фактор, возбуждающий деятельность оксинтиновых клеток. 14. Гормон, обладающий сумостатиноподобной иммуноактивностью, фактор, ингибирующий освобождение гормона роста. 15. Ингибитор соляной кислоты. 16. ВИП влияет на пищеварение, сердечно-сосудистую систему, дыхательную систему, метаболизм и на кровь. 17. Мотилин стимулирует активность тела желудка. 18. Химоденин стимулирует секрецию ферментов поджелудочной железы. 19. Бомбезин стимулирует кислую секрецию желудка. Сокращение желчного пузыря стимулирует панкреатическую секрецию. 20. Субстанция П обеспечивает понижение кровяного давления и расширение сосудов. 21. Антелон – противоязвенный фактор. При голодании кишечно-гормональная система не работает, то есть клетки не выделяют гормоны, а заполнены ими. При этом экономятся энергетические и пластические ресурсы организма. Кроме всего этого выяснилось, что эндокринные клетки желудочно-кишечного тракта вырабатывают такие типичные гипоталамогипофизарные гормоны, как тиреотропный гормон и АКТГ, а клетки гипоталамуса и гипофиза продуцируют типичный гормон желудочно-кишечного тракта гастрон. Таким образом, гипоталама, гипофизарная и желудочно-кишечная гормональная системы оказались чем-то родственными. Значение пищеварительной системы как эндокринного органа еще более возрастает в связи с открытием эндогенных морфинов, эндорфинов и энкефалинов, обладающих морфиноподобной, то есть болеутоляющей, успокаивающей активностью. Они локализуются и продуцируются в тканях не только мозга, но и желудочно-кишечного тракта. Устройство кишечной стенки. Теперь необходимо разобрать устройство стенки тонкого кишечника, а также процесс пищеварения в ее полости и у стенки. Стенки тонкого кишечника имеют сложное строение. Клетки слизистой имеют до 4000 выростов, так называемых микроворсинах. На одном квадратном миллиметре поверхности кишечного эпителия их около 50-200 миллионов. У человека длина одной микроворсинки приближается к одному микрометру, диаметр ее в 10-15 раз меньше. А наименьшее расстояние между микроворсинками составляет 15-20 нанометров. Таким образом они образуют довольно плотную щетку, которая называется щеточной каймой. Такая структура каймы не только резко увеличивает всасывательную поверхность энтероцитов в 20-60 раз, но и определяет многие функциональные особенности протекающих на ней процессов. В свою очередь поверхность микроворсинок покрыта гликокаликсом. Он состоит из многочисленных тонких извилистых нитей, образующих дополнительный предмембранный слой и заполняющий поры между микроворсинками. Эти нити являются продуктом деятельности энтероцитов. Энтероцит это кишечная клетка. Растут из мембран микроворсинок, диаметр составляет 0,25 мкм, а толщина этого слоя по внешней поверхности кишечных клеток примерно 0,1-0,5 мкм. Таким образом гликокаликс с микроворсинками играет роль пористого катализатора. Значение катализатора состоит в том, что он увеличивает активную поверхность. Кроме того, они участвуют в переносе веществ в процессе работы катализатора в тех случаях, когда поры имеют приблизительно те же размеры, что и молекулы. К тому же микроворсинки способны сокращаться и расслабляться в ритме 6 раз в минуту, что увеличивает скорость как пищеварения, так и всасывания. К тому же кислотные остатки гликокаликса имеют отрицательный заряд. Проникающие ионы и диполи здесь имеют определенную ориентацию. Гликокаликс характеризуется значительной гидрофильностью и придает процессам переноса в вектор, то есть направленный и селективный, то есть отборочный характер. К тому же гликокаликс – дополнительное звено, снижающее поток антигенов и токсинов во внутреннюю среду организма. Пищеварение в тонком кишечнике. Процесс пищеварения идет в тонком кишечнике так. С помощью полостного пищеварения осуществляется главным образом начальная стадия гидролиза белков, жиров, углеводов и других нутриентов. В щелочной кайме протекает гидролиз молекул, мономеров. Промежуточный этап. На мембране микроворсинок идут заключительные стадии гидролиза с последующим всасыванием. Нюансы пищеварения в тонком кишечнике следующие. Первое. Состояние, в котором находится вещество, пищевая масса, на границе сред, около щёточной каймы, в порах гликокаликса, отличается от состояния этого вещества в объеме, то есть в полости кишки, по многим признакам, в частности по уровню энергии. Как правило, поверхностные молекулы пищи обладают большей энергией, чем в глубине фазы. Второе. Органические вещества пищи уменьшают поверхностное натяжение и, следовательно, сорбируются на границе фаз. Создаются благоприятные условия для перехода пищевых веществ из середины химуса пищевой массы на поверхность кишечника, то есть кишечные клетки, то есть от полостного к мембранному пищеварению. Третье. Избирательная адсорбция различных катионов и анионов, то есть пищеварительных веществ, на границе фаз приводит к возникновению значительного фазового потенциала. При этом молекулы на границе поверхности в большинстве находятся в ориентированном состоянии, а в глубине в хаотическом. Четвертое. Ферментативные системы, которые обеспечивают пристеночное пищеварение, включены в состав мембран клеток в виде упорядоченных в пространстве систем. Отсюда ориентированы должным образом молекулы мономеров пищи, благодаря наличию фазового потенциала, направляют их на активные центры ферментов. Пятое. На заключительной стадии пищеварения, когда образуются мономеры, доступные бактериям, населяющим полость кишки, оно происходит в ультраструктурах кишечной каймы. Бактерии туда не проникают. Их размер несколько микром, а размер щеточной каймы гораздо меньше. 100-200 ангстрем. Щеточная кайма выполняет функции своеобразного бактериального фильтра. Таким образом, заключительные этапы гидролиза и начальные этапы всасывания происходят в стерильных условиях, что очень важно. Шестое. Интенсивность мембранного пищеварения изменяется в широких пределах и зависит от скорости движения жидкости или химуса относительно поверхности слизистой тонкого кишечника. Поэтому нормальная моторика кишечника играет чрезвычайную роль в поддержании высокой скорости пристеночного пищеварения. Смотрите рисунок 4. Если даже ферментативный слой и сохранен, то слабость перемешивающих движений тонкой кишки или слишком быстрое прохождение пищи через нее уменьшает пристеночное пищеварение. Рисунок 4. Чтобы пища в тонком кишечнике перерабатывалась эффективно, количество пищевой массы должно быть хорошо сбалансировано с временем ее движения вдоль всей кишки. В связи с этим пищеварительные процессы и всасывание питательных веществ распределены на всем протяжении тонкой кишки неравномерно. Соответственно расположены и ферменты, перерабатывающие те или иные компоненты пищи. На рисунке 4 условно показаны те места, где всасываются различные вещества, поступающие из кишки. Жир, находящийся в пище, значительно влияет на всасывание и усвоение пищевых веществ в тонком кишечнике. Это наглядно иллюстрирует рисунок 5. Рисунок 5. Возможная последовательность распределения различных веществ на поверхности тонкой кишки в зависимости от большего А или меньшего Б содержания жира в пище. Первое – желчные кислоты. Второе – жиры. Третье – углеводы. Четвертое – белки. Толстый кишечник. О том, что происходит с пищей в толстом кишечнике, подробно было разобрано в разделе «Чисток» – «Толстый кишечник». Поэтому ограничимся общими вопросами. В толстом кишечнике преобладают процессы всасывания и обратного всасывания. Здесь всасываются глюкоза, витамины и аминокислоты, вырабатываемые микробами, обитающими в полости толстой кишки, до 95% воды и электролиты. При развитии гнилостных и бродильных процессов из толстой кишки поступают токсины и яды, отравляющие весь организм. Отсюда на первейшие условия здоровья – чистота толстого кишечника. И, конечно же, регулярный стул. Отделение пищеварительных соков и некоторые особенности, связанные с этим. В течение суток у человека в желудочно-кишечный тракт выделяется до 5-6 литров пищеварительных соков. Слюны – 1 литр. Желудочного сока – от 1,5 до 2. Желчи – от 0,75 до 1 литра. Поджелудочного сока – от 0,7 до 0,8. Кишечного сока – 2 литра. Выводится же наружу из кишечника около 150 мл. Вся эта масса водного раствора всасывается, как указывалось в разделе «Толстый кишечник». При нарушении в ней всасывания появляется жидкий стул. Каждый отдел желудочно-кишечного тракта, как нам теперь известно, выполняет свою, присущую только ему функцию. Эти отделы изолированы друг от друга специальными клапанами. Изоляция это необходимо, поскольку в каждом отделе имеется своя PH среды. Так, PH среды в ротовой полости щелочная. В желудке кислая. Вне периода пищеварения отделяется слизь нейтральной или слабой щелочной реакции. В 12-перстной кишке в период пищеварения нейтральная. Сюда же выделяется желчь и поджелудочный сок, имеющий щелочную реакцию. Для нейтрализации кислотности, поступающей из желудка. Сюда же выделяется желчь и поджелудочный сок, имеющий щелочную реакцию. Для нейтрализации кислотности, поступающей из желудка. В период между приемами пищи в тонком кишечнике среда слабощелочная. А в толстом кишечнике слабокислая. В каждом из отделов время нахождения пищи также специфично. В зависимости от вида, пища находится в ротовой полости от нескольких секунд до минут. В желудке от 2 до 4 часов. В тонком кишечнике 4-5. А в толстом 12-18 часов. Заселяемость микроорганизмами желудочно-кишечного тракта также различна и специфична. Так, в ротовой полости большое количество микроорганизмов. В желудке их очень мало. В тонком кишечнике, в период, когда пищи нет, их мало. В период пищеварения происходит их бурное размножение. В толстом кишечнике они присутствуют в колоссальном количестве. Вообще, самодеятельность бактерий в тонкой и толстой кишке взаимосвязаны. Микрофлора распределена как вдоль кишечника, так и от центра кишки к стенке. В центре кишечной полости обитают один вид микроорганизмов. А возле стенки другой. В районе 12-сперстной кишки обитает один вид, в той же другой, еще ниже третий и так далее. К тому же, надо помнить, что кишечная микрофлора должна быть строго специфична, ведь она была выработана и закреплена в течение эволюции тысяч и тысяч лет. Таким образом, пищеварительные соки, микроорганизмы и пища создают в организме энтеральную, то есть внутреннюю среду, которая является частью экологии человека. Энтеральная среда организма есть что-то среднее, своеобразная буферная среда между внешней, это воздух, почва, то есть то, что окружает нас, и внутренней, это кровь, межтканевая жидкость, средами. Из вышепроведенного становится очевидным, что как буферная, так и внутренняя среда организма в первую очередь зависит от поступающей пищи, внешней среды. Теперь необходимо рассмотреть другие важные особенности, происходящие при пищеварении, в зависимости от различного рода пищи. Симбиозное пищеварение. В предыдущем разделе мы уже говорили о роли бактерий, населяющих желудочно-кишечный тракт, процессе пищеварения. Рассмотрим этот вопрос более подробно. Согласно воззрениям недавнего прошлого, бактериальная флора считалась нежелательной и в определенной степени вредной. Но исследования академика Уголева и других ученых установили обратно. Бактериальная флора не только не вредна, но и необходима для нормального развития физиологических функций организма. В результате эволюции развелись симбиотные взаимоотношения между организмом хозяина и бактериями, населяющими его желудочно-кишечный тракт. Между ними осуществляется обмен метаболитами, то есть продуктами жизнедеятельности, в состав которых входят пищевые вещества, различные неорганические компоненты, стимуляторы, ингибиторы, гормоны и другие физиологически активные вещества. Бактериальная флора служит своеобразным трофостатом, обеспечивает нужное пищевое соотношение веществ в желудочно-кишечном тракте, разрушая некоторые избыточные компоненты пищи и образуя недостаточные продукты. Недаром у некоторых животных, в основном травоядных, масса бактериальной флоры может составлять 1 седьмую часть массы тела животного. Поток бактериальных метаболитов складывается из нескольких составляющих. Первое. Питательных веществ, измененных микрофлорой. Второе. Продукты жизнедеятельности бактерий. Третье. Балластные вещества, измененные бактериальной флорой. Четвертое. Потребление самой бактериальной флоры организмом хозяина. В этих четырех потоках имеются. Первое. Полезные вещества. Витамины, незаменимые аминокислоты и так далее. Второе. Вещества, которые на сегодняшний день в развитии науки считаются неполезными, невредными для организма. Индифферентными. Третье. Токсические вещества. Сопоставление безмикробных животных с заселенными нормальной микрофлорой показало, что безмикробные обладают целым рядом дефектов и должны быть охарактеризованы как неполноценные. Поэтому поддержание нормальной бактериальной флоры в организме становится одной из главных задач оптимизации питания, оптимизации жизни людей в целом. В настоящее время дисбактериозы служат причиной многих заболеваний и касаются почти всех людей. Другие характеристики пищеварительной системы. О начальной эффективности питания организма человека можно судить по такому факту. Каждая кишечная клетка способна обеспечить пищевыми веществами пластическими и энергетическими 10 в 3-й тире 10 в 5-й степени других клеток организма. Нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта связано с его непрерывной регенерацией. В нем быстрее всего ослушиваются эпители. Так, время обновления эпители 12-перстной кишки 1,8 дня 2,3% в час. Тощи 3 дня 1,5% в час. Тонкость 3,6 дней 1,4-0,7% в час. Быстрее всего обновляется гликокаликс за 4-10 часов. Такое обновление гликокаликса создает эффект постоянной очистки пор, то есть новый пористый катализатор щелочной каймы. Отсюда часто еда, возможно, быстрее слушает эпители кишечника. Вообще, время полного обновления кишечного эпители у человека колеблется от 6 до 14 дней. Вот, в частности, один из ответов на вопрос, почему воздержание от пищи в течение вышеуказанного срока способствует рубцеванию язв желудочно-кишечного тракта. Практические рекомендации по нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Теперь, зная технологию желудочно-кишечного тракта, нам следует поступать в соответствии с ней. И только с ней, а не с какими-то там выводами доморощенных ученых в кавычках. И если ранее были отклонения, то они потихоньку станут выравниваться, а затем желудочно-кишечный тракт заработает нормально. Итак, практические рекомендации. Первое. Потребляйте жидкость до еды. Из раздела о ферментах нам известно, что на пищу выделяются пищеварительные соки, содержащие их. Если вы выпьете какую-либо жидкость, молоко, компот, просто воду и так далее, то разбавите и смойте в нежележащие отделы желудочно-кишечного тракта эти ферменты. В итоге, пища будет лежать в желудке, пока организм не синтезирует и не выделит новые, либо проскочит необработанной желудочным соком в нежележащие отделы, где подвергнется гниению и бактериальному разложению с последующим всасыванием этих продуктов в кровяное русло. Ваша жизненная сила будет тратиться на синтезирование дополнительной порции ферментов и на обезвреживание продуктов гниения от непереваренной пищи. Происходит перенапряжение секреторного аппарата желудка 12-перстной кишки. Вместо нормальных 700-800 мл желудочного сока с концентрацией 0,4-0,5% соляной кислоты, вам будет необходимо секретировать от 1,5 до 2 раз больше. Поэтому со временем в желудке развивается несварение, пониженная кислотность, гастрит и другие расстройства. Помимо этого, жидкость быстро проходит в нижеследующие отделы, которые выполняют свою функцию и имеют свою PH-среду. Эта среда также произвольно меняется, смывается защитный слой слизи, и вот уже налицо язвенный процесс в 12-перстной кишке и другие нарушения в этом отделе. Пейте жидкость, вода, соки, компотча и так далее до еды за 10-15 минут. Не пейте ничего час-два после еды. В зависимости от вида, пища находится в желудке 2-3 часа, а в тонком кишечнике 4-5 часов. Примерно через 2-4 часа пищеварительный процесс только набирает силу в тонком кишечнике. Переваривание и всасывание пищевых веществ происходит в определенных зонах тонкого кишечника. Выпитая жидкость мигом проскочит желудок и не только разбавит пищеварительные соки тонкого кишечника, но и смоет пищевое вещество мимо полей их усвоения. В итоге вы опять ничего не получите, а будете кормить гнилостных бактерий. Поджелудочная железа, печень, а также железы, расположенные в самой тонкой кишке, вынуждены будут синтезировать новую порцию секрета, истощая ресурсы организма и перенапрягаясь при этом. После углеводистой еды, то есть каши, хлеба, макароны и т.д., можно пить через 3 часа, а после белковое, мясо, рыба и т.д. через 4-5 часов. Если же возникает, особенно в начале перехода на правильное питание, острое желание утолить жажду, то прополощите рот и сделайте 2-3 небольших глотка. Переходом на правильное питание вас уже не будет мучать жажда. Тщательно пережевывайте пищу. Это дает возможность прогнать через слюны и железы кровь, очистить ее от токсинов и других ненужных веществ. Фермент лизоцим нейтрализует их вредное влияние. Высокая щелочность слюны способствует поддержанию нормального кислотно-щелочного равновесия организма. Акт жевания усиливает перистальтику. Если пища плохо измельчена, то от этого страдает как полостное, так и пристеночное пищеварение. А в толстом кишечнике эти крупные частицы пищи становятся доступными микроорганизмам, гниют и образуют завалы каловых камней. По вышеизложенным причинам не рекомендуется пить и во время еды. Вообще же древние мудрецы замечали, какое влияние оказывает прием жидкости. Вот что написано в джудши. Это средневековый тибетский трактат по медицине. Если пить до еды, во время еды и после, то тело будет в норме, если вы пьете до еды. Соответственно станет тучным, если вы пьете во время еды. И похудеете, если будете пить после еды сразу же. Тщательно жуйте и ничем не забивайте. Не есть при ненормальном эмоциональном состоянии. Усталость, боль, страх, горе, беспокойство, депрессия, гнев, воспаление, лихорадка и тому подобное приводят к тому, что пищеварительные соки перестают выделяться. И нормальное движение перистальтика пищеварительного тракта замедляется или совсем останавливается. Ранее указывалось, что сокоотделение в желудке относится к легко тормозимым актам. К тому же при эмоциональных всплесках выделяется адреналин, который вызывает поляризацию мембран на пищеварительных клетках тонкого кишечника. А это отключает наш пористый катализатор гликокаликс. Пища принятая в таком состоянии не усваивается, гниет, бродит отсюда по нос или чувство дискомфорта. Исходя из этого, придерживайтесь следующих рекомендаций. А. Шутки, смех за столом способствуют расслаблению и успокоению. Пусть за столом царит мир и радость. Это должно быть главным правилом в жизни. Ведь в это время вы строите свое тело и здоровье. Б. Если испытываете боль, лихорадку, воспаление, то пропустите еду. Пропустите столько приемов, сколько нужно, чтобы это состояние прошло. В. Если испытываете эмоциональное напряжение, боль и так далее, пропустите один или несколько приемов пищи, пока не успокоитесь. Г. Если устали, то перед едой отдохните. Нет ничего лучше небольшого отдыха или расслабления для восстановления жизненных сил уставшего человека. Не принимайте слишком холодной и слишком горячей пищи, а также незнакомой, необычной и в большом количестве. Пищеварительные ферменты активны только при температуре нашего тела. Если пища будет холодная или горячая, то они начнут полноценно свое действие только тогда, когда пища станет нормальной, то есть приобретают температуру тела. Особенно вредно кушать холодные блюда и напитки, а не гасят пищеварительный огонь. Принимайте напитки и пищу умеренной температуры. В нашем организме действуют определенные механизмы адаптации к пище. В зависимости от композиции пищи, зоны адсорбции, то есть всасывания углеводов, белков, жиров и других веществ могут становиться большими или меньшими. Самым важным элементом адаптации кишечника к особенностям питания следует считать изменение набора и свойств ферментов, осуществляющих пристеночное пищеварение. Изменение структуры ворсинок, ультраструктуры микроворсинок и их взаимного расположения в щеточной кайме имеют значение для приспособления кишечных функций к различным условиям питания. Состав кишечной микрофлоры также меняется в зависимости от питания. В зависимости от композиции пищи резко меняется набор гормонов и следовательно уже на уровне кишечной гормональной системы возможны существенные адаптивные перестройки пищеварительных процессов. Секреторные элементы кишечной гормональной системы контролируются как компонентами химуса, так и компонентами крови, теми которые в основном зависят от пищи. Перестройка кишечной гормональной системы влияет за счет обратных связей на нервную систему, перестраивая ее. В итоге у человека постепенно вырабатываются естественные вкусовые и пищевые потребности. Функции организма нормализуются и происходит общее оздоровление. Помимо этого можно менять и меняется в действительности характер человека. Уже в древние времена индусы, китайцы и другие народы обратили на это внимание и с успехом пользовались пищей для оказания нужного влияния на характер человека. Вводите в пищевой рацион незнакомую пищу постепенно и увеличивайте ее количество понемногу. Это правило особенно важно соблюдать при переходе на сырорастительные рационы. Есть только тогда, когда проголодаетесь. Сразу оговоримся. Естественно чувство голода надо отличать от извращенного и патологического чувства что-нибудь пожевать. Настоящее чувство голода появляется лишь тогда, когда пища прошла все стадии пищеварения и усвоена. Только тогда концентрация питательных веществ в крови несколько снижается. Эти сигналы поступают в пищевой центр и вы чувствуете настоящее чувство голода. Ложное чувство голода появляется тогда, когда имеются расстройства в работе желудочно-кишечного тракта. При правильном питании это патологическое расстройство исчезает при условии, что вы хорошо до этого очистили свой организм. Из этого же пункта вытекает и другой постулат. Никаких перекусов между едой. Уже древние мудрецы в джудши писали. Нельзя есть новую пищу, пока прежняя не переварилась. Ибо они могут оказаться несовместимыми и начнут сорвать. Если постоянно что-то жевать, то у вас не будет выделяться слизь для защиты слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки. Постоянно будет перегружен секреторный аппарат, особенно клетки с прерывистой секрецией. К тому же известно, что при переваривании пищи происходит слущивание эпителия слизистой желудочно-кишечного тракта. Естественно, при частой еде этот процесс будет гораздо активнее, что приводит к быстрому изнашиванию желудочно-кишечного тракта. Ешьте только при появлении здорового чувства голода. Грамотно используйте симбиотное пищеварение. В качестве примера негативного и позитивного влияния микрофлоры разберем два случая. Первое. Негативное влияние микрофлоры. Если пища вводится в организм в виде мономеров, молока, молочной смеси, раствора сахара, глюкозы, в виде напитков и другие искусственные сочетания, то мембранное пищеварение как защитный механизм не функционирует, и бактерии оказываются в чрезвычайно благоприятных условиях для размножения в результате избытка легкоусваиваемых нутриентов, то есть мономеров пищи в полости тонкой кишки. Это приводит к нарушению эндоэкологии человека, к потере организмов веществ, в том числе необходимых, к увеличению токсического потока. Смотрите рисунок 7. Непереносимость молока. Она заключается в резком или полном отсутствии фермента. Лактазы в кишечных клетках. Дисахарид молока. Лактоза расщепляется только этим ферментом. И когда его нет, лактоза остается в просвете желудочно-кишечного тракта и становится добычей бактерий. Рисунок 7. Верхний рисунок показывает нормальное взаимоотношение бактериальной микрофлоры и организма. Микроорганизмы поставляют организму дополнительные питательные вещества. При этом поток бактериальных метаболитов находится в норме. Нижний рисунок иллюстрирует преобладание патогенной микрофлоры в кишечнике. Там идут гнилостные и бродильные процессы, которые питают патогенных бактерий. Либо пища потребляется в виде мономеров, что делает ее добычей бактерий. В результате организму пищи не хватает. В то же время возрастает во много раз поток бактериальных метаболитов, токсинов и так далее. Такое постоянное самоотравление подрывает наши силы и вызывает самые разнообразные заболевания. Именно в этом пагубная суть дисбактериоза. Пока мы молоды, наш организм справляется с этим. Кстати, это еще и наглядный пример того, почему при нормальном пищеварении достаточно 800-1200 килокалорий, а при патологическом 3500 не хватает. Этот же рисунок иллюстрирует и непереносимость молока. Продолжаем дальше. О способности бактерий размножаться с огромной скоростью говорят следующие расчеты микробиологов. Пищевые потребности одной бактерии за сутки, если ее питание не будет ограничено, составляют потребности 15-летнего мальчика. Такое быстрое размножение бактерий вызывает поступление большого количества бактериальных метаболитов во внутреннюю среду организма и как следствие отравления. Следует отметить, что у людей с одинаковой лактозной недостаточностью чувствительность может быть или явно выраженной, или совершенно отсутствовать. Это объясняется двумя причинами. Первое. Различиями бактериальной флоры. У одних лиц бактериальная флора не вырабатывает токсических метаболитов. У других продуцируют их в большом количестве. Второе. Состояние барьерной функции печени. При старении организма, как правило, непереносимость ряда пищевых продуктов возрастает. Это связано не только с ослаблением синтеза различных ферментов, но и в особенности с ослаблением функции печеночного барьера. Прочтите еще раз раздел о печени и вы убедитесь, что такое явление закономерный итог нашего незнания. Второе. Позитивное влияние микрофлоры. Уже упоминалось о том, что у некоторых животных масса бактериальной флоры может составлять 1 седьмую часть от общего веса тела животного. Поступление пищи в организм уже через десятки минут-часы приводит к активизации и размножению бактерий, населяющих полость желудочно-кишечного тракта и поверхности слизистой кишечника. Оказывается, микрофлора также переваривается и утилизируется организмом хозяина. Микробы, бактерии, дрожжи и т.д., составляющие нормальную микрофлору, представляют собой великолепное пищевое сырье. Белок бактерий, дрожжей содержит все важнейшие аминокислоты. В сухом веществе дрожжей его может быть от 51 до 58%. Кроме того, внутри этих простейших микроорганизмов синтезируются и накапливаются многие витамины, особенно группы В и витамин Д. Отсюда эти микробы представляют для нас наиболее питательное мясо. Внутри нас собственный мясокомбинат. Главное уметь им пользоваться. Нормальная микрофлора особенно благоприятно развивается при потреблении свежерастительной пищи, в которой содержится, помимо всего прочего, много кислорода, необходимого для дыхания бактерий. Если пища вареная, то в ней кислорода гораздо меньше. В результате развиваются другие популяции бактерий, которые используют бескислородное разложение, что сильно увеличивает токсическую часть их метаболитов. К тому же, дисбактериоз приводит к снижению активности ферментов тонкой кишки и, соответственно, к нарушению мембранного пищеварения. Ниже приведенные причины лежат в основе развития дисбактериоза. Первое. Неправильное питание. Пища сильно изменена. Мономеры пищи. Деградирована от термической обработки. Неправильно потребляется. Второе. Потребление антибиотиков формирует патогенную микрофлору, а нормальную сильно угнетает плод до подавления. Третье. Заболевание желудочно-кишечного тракта, а также эвитаминоз, витамина А. Четвертое. Эмоциональное переживание от стрессов. Пятое. Ничего квашеного не ешьте. Во всяком местопребывании вашем ешьте пресный хлеб. Выдержка из Библии. Книга Исход. Глава 2. Увы, эта древняя заповедь нами регулярно нарушается. Дрожжи, содержащиеся в хлебобулочных изделиях, губят нас медленно, но верно. Особенно термофильные дрожжи. Это именно их и касается. Они извращают нашу микрофлору и способствуют развитию и течению упорного дисбактериоза. Мы с вами закончили только первую часть, касающуюся нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Теперь нам предстоит рассмотреть состав продуктов питания и их влияние на организм.